доброго времени суток вы на канале ну что свяжем я оля это канал об узорах я рада приветствовать новичков гостей своего канала заходите не стесняйтесь гуляйте по каналу смотрите видео обязательно заглядывать их плейлисты узоров уже очень много они собраны для вашего удобства в плейлисты я надеюсь видео вам понравится вы оставите свои лайки напишите комментарий а также нажимайте подписаться чтобы не потерять канал и на колокольчик так вы узнаете когда на канале появится новое видео своим постоянным зрителям своим подписчикам мастера мастерицам разные города разные страны отдельный привет спасибо вам большое за вашу поддержку за ваши комментарии за ваши отзывы естественно за помощь в развитии моего канала я сегодня к вам с новым узорчиком так и вот с такими вот ниточками это ниточки вот так они называются happy бланки да на самом деле смотрите что это они могут как бы называться по-разному это стопроцентный микро полиэстер да здесь получать самоточки 100 грамм 110 метров есть и 120 метров до и 100 метров вот и что нам советует производитель по поводу крючка вот крючок спицы получается 6 россии так смотрите я беру шестерочку сегодня будем работать шестерочкой и ну что свяжем давайте начнем какого с такого мятно зеленого да очень интересный цвет кто-то но на моем канале знают что я делаю небольшие образцы вот на был буквально вот в районе там 30 до плюс минус петелек сегодня давайте ниточка видите какая толстая ниточка классно как одна из моих подписчик написала не мимишна действительно она такая вот интересная сама по себе мягенько обзор фантазии конечно большой чаще всего учета вяжут из них игрушки мы сегодня сажим узорчик а вы уже дальше придумайте куда можно его использовать договорились и так в силу того что ниточка получается толстая мы собирать не наберем ну допустим там 25 петелек и так толстая нитка не значит что мы как-то по-другому будет все то же самое просто крючок потолще попробуйте обязательно очень интересно итак первую петельку мы зафиксировали то есть как мы фиксируем и обычной ниточкой ее мы при наборе не считаем а теперь двадцать пять воздушных петель поехали раз два три раппорта у этого узора марина привет раппорту этого узора отсутствует так сейчас сам увидите поэтому набирать сколько вам хочется 20 25 30 40 и так далее вот идем дальше наша с вами задача дальше сделать 3 воздушные петельки подъема 1 2 3 а теперь считаем пятую петельку от крючка раз два три 4 5 видите же то же самое накид в пятую петельку ныряем вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом то есть по 2 петельки 2 петельки 2 петельки получается первые три петельки подъема это столбик с накидом имитация да сам столбик получать уже два столбика дальше ныряем следующую петельку вытягиваем ниточку и провязываем 5 2 петельки 2 петельки накид следующую опять петельку ныряем следующую косичку аккуратненько провязываем вытягиваем ниточку и провязываем также 2 петельки 2 петельки и вот у нас вот такие вот столбики с накидом формируется и мы должны им будем сделать по всему ряду то есть если вы набирали как я 25 столбиков должно быть 25 воздушных петель в зубы 25 столбиков из набираем мир 20 петель должно быть 20 столбиков понятно тут самое главное чтобы вы не сделали больше и не сделали меньше ну просто считайте внимательно все если сделать в данном узорчике больше меньше ничего страшного не будет просто будет либо расширяться узор либо сужаться все а так ничего страшного все давайте довязываем до конца а в конце ряда я вас встречаю договорились ведь уже как красиво получается все в конце ряда я вас встречаю давайте так смотрите очень ровненько очень аккуратненько да и на ощупь очень 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 приятно если еще ни разу не взяли данной пряжи вопросы должны в качестве скажем эстетического такого момента вот именно пощупать до обязательно возьмите и так вот мы закончили последний наш столбик дальше делаем одну воздушную петельку поворот и ныряем вот сюда же в эту же столбик и провязываем столбик без накида есть вот опытные мастерицы да кто уже умеет они могут как бы определить сразу же где здесь находится петелька до верхушка неопытные мастерицы смотрите вот видите по косички косичка 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 вот первая косичка нырнули без каких-либо усилий очень классно очень нежно вяжется то есть нет никаких трудностей она просто сама проваливается следующая косичка до так вот раз и нырнули понятно либо вот смотрите вот он столбик и вот на верхняя петелька опять раз нырнули очень легко очень легко вот и вот так вот до конца ряда провязываем столбики без накида вообще никаких сложностей все давайте до конца ряда в конце ряда я вас встречаю то есть мы привязываем тем же цветом а потом будем переключаться на новую ниточку договорились давайте у вас получится так смотрите провязали столбиками вот нас получается такая красота ровненько аккуратненько и теперь мы с получается провязываем последний столбик но провязываем его не до конца потому что здесь я хочу присоединить новую ниточку то есть если у вас 2 моточек есть другого цвета то тоже присоединяйте и так последние две петельки мы провязываем новым цветом 1 видите здесь еще получается у нас зеленый а уже в вязание пошла у нас такая нежная сиреневая ниточка что делаем дальше дальше мы делаем с вами три петельки подъема раз два три поворот и теперь смотрите к что мы будем делать сейчас мы с вами сделаем вот таким вот образом накид и вот видите у нас наш столбик предыдущего ряда мы его получается сейчас пропускаем и нырнем непосредственно в нижний самый столбик у нас здесь были три петельки подъема вот просто пока нырните так и провяжите вот так вот столбик с накидом есть а дальше смотрите внимательно что будем делать вот наш следующий столбик предыдущего ряда ныряем с накидом столбик делаем в него так накид и вот теперь вот теперь вот видите наш первый столбик был самый самый первый ряд потом второй столбик вот видите верхушечка получается петелька в этом столбике ныряем в эту петельку вытягиваем ниточку подтягиваем так вот все вместе на один уровень и теперь провязываем все 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 вместе раз и провязали и вот такой вот у нас получается интересный пирожочек давайте еще раз накид вот наша следующая петелька ее видно хорошо вот наш столбик ныряем в начале в него так и как бы получается столбик с накидом на его не провязываем накид и теперь видите вот я так вот держу вот она видите верхушечка столбика предыдущего вот даже вы когда пощупать увидите эта петелька вот в эту петельку нырнули вытянули ниточку так подтянули и все вместе провязали раз понятно и так далее мы с вами должны будем сделать до конца ряда будет очень интересно итак накид следующий столбик без накида нырнули вытянули ниточку тут же накид вот она опускаемся эти так раз перпендикулярно без вниз вот она петелька предыдущего от этого с большого столбика с накидом нырнули вытянули ниточку вот у нас с вами получается раз два три 4 5 петелек и мы все вместе берем и раз провязали за один раз как вам огонь все и вот так далее до конца ряда ничего не не прибавляя не убавляя вот так вот нас ровненько будет получаться вот такие вот интересные пирожочки давайте до конца ряда в конце ряда я встречаю смотрите какая красота получается провязали все ровненько аккуратненько посчитали должно быть получается 25 вот таких вода как назовем их там сосульчик подушечек и смотрите как провязываем последний накид вот последний наш столбик ныряем начали столбик без накида потянули ниточку накид и вот получается видите сразу видно эту петельку предыдущего столбика с накидом все вместе провязали есть далее воздушная петелька повернулись и вот непосредственно вот в это получается петельку вот в эту петельку вводим крючок и провязываем столбик без накида 1 видите опять следующая петелька вот видите они как бы под ними вот такие вот как за гигулинки как мороженки такие давить его ты вот раз ямочка 2 ямочка видите 3 ямочка 4 видно и вот в эти ямочки вы ныряете потягивали ниточку и провязывайте столбик без накида опять в ямочку нырнули вот она наша косичка вот наша петелька и провязали столбик без накида и так далее вот так вот ныряем провязываем по всему ряду столбики без накида то есть ничего сложного красота красота давайте до конца ряда самостоятельно в конце ряда я встречаю смотрите вот провязали полностью столбиками без накида теперь наша задача закончить этот ряд был одна воздушная петелька раз поворот и сюда же мы делаем сюда же столбик без накида и возвращаемся обратно вот по нашим столбиком их уже видно ведь и четко вот по нашим столбиком таким вот возвращаемся обратно полностью так вот весь ряд тут нас получается два ряда будут просто обычными столбиками без накида и вот так вот провязываем полностью полностью эти то есть как бы не промахнетесь четко видно куда вы должны вести крючок давайте вот такая красота получится до конца ряда провязываем там его встречаю смотрите провязали практически до конца да вот наши два ряда столбиков вот он последний столбик и здесь я хочу присоединить новую ниточку вы можете присоединить новую ниточку то есть моем случае зелененьку да я буду присоединить вы можете присоединить вообще другой цвет 3 например тому что белый там и так далее желтый но если я буду присоединять ту же самую ниточку придется ее отрезать потому что здесь мы сделали три ряда да и получается ниточка у нас закончилась той стороны а должны присоединиться здесь ну что делать итак смотрим присоединяем новую ниточку где последнего последних столбик 2 последние петельки столбика провязали дальше у меня по узорочку три петельки подъема 1 2 3 подтянули такую нежно-сиреневую подтянули зелененькую все аккуратненько переход итак поворот и теперь мы с вами должны будем провязать точно так же как мы вязали вот в этом сиреневом ряду вот такие загибульки для начала как бы первый до наш вот этот загибульку сделаем как 3 петельки подъема и вот смотрите у нас здесь есть первый ряд и второй ряд столбиков без накида так вот мы ныряем во второй ряд там где у нас был столбик без накида вытягиваем ниточку и сразу же ее провязываем но такой будет краешек дальше будет смотрите как накид вот следующая видите следующий столбик 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 видно хорошо ныряем в этот столбик этого ряда накид а ныряем вот видите между столбиками четко виновить между столбиками 1 2 3 вот такие вот ямочки ныряем в эту ямочку вытягиваем ниточку и провязываем все вместе раз очень удобно накид начале в столбик нырнули накид вот между столбиками их очень хорошо видно вот видите окошечко нырнули в окошечко вытянули ниточку и вместе провязали опять накид столбик без накида накид хоп в кошечка и опять все вместе провязали накид столбик без накида накид в окошечко все вы не промахнетесь потому что прям окошечко видите стоит под столбиком вот столбик раз вот она кошечка прям под ним накид окошечко 2 все вместе провязали на такая от получат интересная мороженого мороженка загибульненько вот все и вот таким образом провязываем опять до конца ряда а в конце ряда я вас встречаю договорились несложно это мягенькая очень классненько давайте до конца ряда самостоятельно смотрите вот такая вот получается красота вот и заканчиваем последний наш этот вот столбик точно также провязываем и так накид столбик нырнули вытянули ниточку накид вот между столбиками в окошечко нырнули вытянули ниточку все вместе провязали а дальше повторяем точно так же два ряда по нас был столбиками без накида так воздушная петелька поворот и смотрите сюда же получается вот нырнули провязываем столбик без накида 1 и пошли вот так вот по верхушечкам ныряем и провязываем столбики без накида то есть я проверяю себя если у меня 25 петель было набрано то как вначале вязания должно быть 25 петелек так и в конце вязания у меня будет 25 столбиков понятно перепроверять иначе ваше вязание либо уйдет вширь либо будет сужаться нет все давайте сделаем вот так же опять два ряда столбиками без накида то сейчас вы заканчиваете ряд столбиками без накида и возвращайтесь опять столбиками без накида здесь его встречаем договорились давайте два ряда в одну сторону и вернулись смотрите как у меня нынче образец ага да шикарно и так смотрите я провязала получается 2 уже рядочка столбиками без накида отрезала такую филе того сиреневую ниточку и здесь я буду присонять опять ее повторюсь вы можете присоединять любой цвета можете взять одним то есть это вообще не запрещено и так берем новую ниточку и опять две последние петельки провязываем новой ниточкой есть опять делаем 3 воздушные петельки 1 2 3 подтянули зелененькую ведь аккуратненько подтянули такую нежную сиреневую переключаемся и провязываем точно так же то есть мы с вами повторяем уже вот мы провязывали сиреневый такой ряд провязывали зеленый точно так же и здесь для начала мы просто сделаем первый такой столбик у нас как бы не полный такой да будет ныряем первый ряд второй ряд во второй ряд столбиков без накида и вот так сразу вместе провязываем а дальше все как всегда опять сделали накид нырнули в столбик начале накид и вот между вторым и третьим столбиком раз нырнули вытянули ниточку провязали об следующий столбик нырнули накид между столбиками нырнули провязали накид столбик накид окошко провязали накид столбик накид окошко провязали все и вот так вот провязать до конца ряда потом получается два ряда делайте столбиками без накида и так далее и так далее и так далее давайте вырастим образец да но я хотя бы еще раз свяжу не нежной сиреневой ниточкой посмотрим что получается лучше карно давайте встречаем ст rensi коридочков смотрите вот я провязала получается еще до видочки закончила получается все что связано север него ниточка три ряда дальше по идей должна получаю ну идти зеленая any . но допустим я хочу остановиться на этом это у меня сторона получается как я хочу это будет изнаночка и снимать там посмотреть вот это лица вами нравится больше здесь как бы вот такую выпуклость она больше более интересные вот такая вот дорожечка видно вот например я решила что это будет лицевая сторона я хочу сделать обвязку изделия и я хочу сделать обвязку рачьим шагом обвязка рачьим шагом смотрится очень красиво когда сторона лицевая смотрите чтобы вас не запутать показать все буквально это у нас изнанка я присоединяю новую ниточку возможно вы изберете для контраста какую либо возможно вас такая же самая будет ниточка одну воздушную петельку подтянули сиреневую подтянули получается зеленым и рачи шаг подразумевает что вы будете идти в обратном направлении правильно но красиво я же сказал что будет смотреться именно на лицевой стороне поэтому переворачиваем на лицевую сторону и продолжаем наше вязание эти ниточки мы попрячем отрежем спрячем будет красиво и так смотрите возвращаемся обратно вот наш столбик вели крючок вытянули ниточку и провязали вот эти две петельки 1 если вы вязали рачи шаг обычными ниточками да то есть не такими толстыми то вы принцип как бы знаете здесь все то же самое здесь получается у нас как столбик с накидом поэтому будем здесь провязывать 2 каждые петельки рачьего шага нырнули вытянули ниточку провязали 2 петельки 1 опять вот все нее вы махнули вы тянули ниточку провязали 2 петельки 1 дальше смотрите идут столбики наши обычные столбики без накидов ныряем в первый столбик выйти на мне . провязали 2 петельки раз ныряем во второй столбик и так далее вот и вот так вот шагаем 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 у нас получается очень красиво видеть такая получается красота вот она изнаночка возможно вам понравится изнаночка да такая вот будет косичка но мне нравится эта сторона прям видно вот такие вот как бы бороздочки да все и вот так вот шагаете полностью по всему по всему ряду на уголочках делайте побольше петель да то есть провяжите здесь три раза вот такой вот и столбиков к поизрачева шага такие вот петельки все вот такая вот будет красота смотрите пока я вязала пока вязала вязала думала думала куда можно использовать девчата которые вязали и использовали детских пледиках рассказывают что ниточка холодная и о том что я получается вязала данной пряжей только лишь подушки конечно для подушек она очень мягкая для игрушек очень классно но пока вязала и думала куда можно приспособить так скажем идею смотрите если вы сделаете узенькую полосочку да то можете сделать повязку для головы но то для любых целей да это может быть на улице на сети может быть дома там косметику наносить на лицо до чтоб не мешало а еще зависимости вот как вас будет узорчик да этом очень приятно будет для ножек да ну вот например детский коврик можно сделать и вы скажете оля он будет скользить но как можно сделать детский коврик то есть он по технике безопасности нот скользит он действительно на полу будет скользить и все у того что у меня есть опыт вязания ковриков я могу вам подсказать что нас та сторона которая будет соприкасаться с полом вы можете ее аккуратненько тихонечко обработать знаете чем чтоб не скользила строительным силиконом попробуйте он прозрачный вы просто вы можете даже либо вот так вот полосочку по периметру сделать да вот не там где углубление а вот там где наоборот такие идут вот как бы шишечки по шишечкам раз прошлись запах конечно у нас но он потом выветривается будет все отлично выветривается буквально там за 20 минут вот я к тому чтобы не скользила это знаете как от на детских носочках такие пупырышки есть что мы не скользили вот тот же сам эффект и здесь так что вот пожалуйста новые дети помимо подушки можно придумать расплит холодный до 1 кофта будет холодная то можно придумать повязочку на голову можно придумать коврик детскую комнатку красота красота и так надеюсь видео вам понравилось не забывайте ставить лайки пишите комментарии и подписывайтесь кто счет его не сделал нажимайте на колокольчик впереди много нового интересного и под видео находится стрелочка поделиться нажимайте на нее делитесь своими друзьями подружками соц сетях заранее спасибо большое и спасибо смотрели видео до конца для новых видео всем пока пока